Привет, Нарват, с вами Варточка. В этом году проходит типа экспедиция Картошкина, в которой можно получить 2 танка 9 уровня акционных, новых и 1 прошлогодний. Итого 3 акционных танка. Для того, чтобы получить 2 танка за год, нужно отыграть 4 этапа в линии фронта, 4 этапа в стальной охоте. Мною принято решение в этом году получить за экспедицию либо 1 танк, либо 0. Сейчас объясню почему. Первая причина. Танки, которые являются главной наградой этого события, не являются достойной наградой за приложенные усилия и количество времени, сколько потрачено будет на картошку. Даже более того, есть танки за экспедицию, которые не являются вообще чем-то вменяемым, поскольку их даже если получить бесплатно, не прикладывая никаких усилий, я играть не буду. Вот это вот чудовище, называемое Объект 777 вариант 2, у которого во лбу броня, сравнимая с броней гуся, 8 уровня акционного, которого любая семерка, заряжая голду, пробивает куда попало. Любая восьмерка, заряжая голду, пробивает куда попало. ПТшки, начиная с 8 уровня, ББшками в ВЛД пробивают. Я уже молчу про девятки. А этот танк 9 уровня, этот Объект 777, он же просто мусор. У ВНов нет, сведения точности нет, ДПМа нет, стабилизации нет, ничего нет, пушка говно. Да, у пушки большое пробитие голдой и чё. Эти кумулятивы, которые будут лететь куда попало, нафига они мне нужны. Корпус здоровенный и брони в нем мало. Нахрена он нужен? Танковать бортом? И когда выезжаешь нанести урон, тебя в лоб башне ББшками восьмерки будут пробивать? Зачем это говно надо? Этот танк очень сильно похож будет по геймплею на польский танк 8 уровня премиумный. Но тот на 8 левеле обладает схожими параметрами. А это говно на 9 уровне. Зачем оно надо? На этом дерьме я даже, если мне его дадут покатать, да я максимум один бой так ради интереса могу сыграть, я бы даже не стал. А играть просто 4 недели, линию фронта, чтобы взять это дерьмище. Спасибо, не надо. Картошка очень щедра, но не надо. Давай в этот раз не будем. Что касается фейс 1, который я получил в прошлом году. Но этот танк сравним к коню 9 уровня. Только у коня чуть меньше брони, но у пушка чуть лучше, а у фейс 1 чуть лучше броня, пушка чуть корявее. Но что на том, что на том, сейчас я не хочу играть. Играть на медленных тяжах от башни, чтобы мне все лицо в рандоме обсыкалить всем подряд, нахера оно мне надо. Танк неплохой, нормальный, но такой геймплей в рандоме меня уже не интересует. Да и танк назвать прям лютой имбой, язык не поворачивается. Танк просто нормальный. Его можно взять за экспедицию, но и на нем играть я все равно не хочу. Он у меня стоит в ангаре, он не нужен. Для чего он нужен, я не понимаю. Есть более интересные девятки, на которых можно поиграть. И для них не нужно играть в экспедицию, их можно просто выкачать и играть. По типу того же Леопарда. Или еще какой-нибудь девятки. Есть намного интереснее девятки. Ну и этот шарфутюр, ну потом может быть я возьму этот шарфутюр, если буду играть в стальную охоту. Если картошка испортит стальную охоту, я не буду мучиться в стальной охоте, чтобы получить там какой-то танк. Потому что шарфутюр 100% тяжело реализуемый танк для статистов, нагибаторов и так далее. У которого пушка великолепная во всем, кроме перезарядки. Ну и он быстро ездит. Это уже танк, который раки никогда в жизни не реализуют. Этот танк можно взять лично мне. Просто либо чтоб было, иногда поиграть. Либо чтобы просто для себя, как какой-то вызов, сделать, реализовать этот сложный танк. Все. Но опять же, для чего это, непонятно. Просто ради себя реализовать сложный танк. Это максимум, что можно придумать, зачем брать шарфутюр. ФС-1 просто нормальный, ненужный танк. Объект 777 это вообще абсолютный кал. И вторая причина, почему я либо один, либо ноль танков буду брать за экспедицию. Потому что я не хочу играть в линию фронта. Я прошлый этап пропустил, потому что нафига она мне нужна. Мне не нравится этот режим, я в него не играю. Вот сейчас опять линия фронта. Я просто в нее не играю. Зачем? Чтоб получить объект 777? Или получить шарфутюр? Они мне не нужны, ни тот, ни другой. Разрабы картохи говорили у себя на стримах. Мы хотим посмотреть, интересно ли награда 9 уровня. Так вот картошка, мне не интересно. Вот эти танки себе вачила, можешь затусовать и затрамбовать. Это ненужные танки, это мусор какой-то. Такая награда мне не интересна вообще. Если бы это были бы премиумные танки, и у них была бы какая-то фишка в том, что они первые премтанки, я бы сказал, да, вот, пофармить на них серебро там или еще что-то. Они просто акционные, нахера не нужны. Никакого интереса эти танки не вызывают, да они в принципе говно. В общем, в этом году в экспедиции я возьму один танк только лишь по одной причине. Если стальная охота не испортится, я в нее буду играть, потому что она мне нравится. И за счет того, что она мне нравится, я и получу нужное количество жетонов, чтобы получить танк. А что еще с этими жетонами делать, кроме как брать танк? Скорее всего картошка потом за лишние жетоны что-нибудь насыпет, мусора какого-нибудь. Я потом в конце года посмотрю, что лучше танк взять или, может, лучше пусть мусора какого-то вместо танков насыпет. Но в целом вы мою позицию поняли, и я рассказал, почему так. Многие из вас будут сейчас спрашивать, какой танк брать, и вы уже, наверное, догадались. Если вы средний или слабый игрок, фейс ван, если вы сильный игрок, шар футюр. Либо лучше вообще ни хера не берите, потому что явно не объект 777. Потому что это просто дряхлая корыта, которая будет обсыкать с ног до головы. И даже если не будут пробивать в лоб башни с пробитием 260, будут пробивать в лючки. С вами был Варчик, играть красиво, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok